Ребят, всем привет, с вами как всегда JumboMax, и в этом видео я вам расскажу, какой монитор я себе купил для Xbox Series X. Расскажу, на что опирался при выборе, расскажу, какие параметры для меня были самые важные, расскажу историю про DNS, которая случилась тогда, когда я забирал монитора, хотя хотел собрать два монитора. Расскажу о впечатлениях данного монитора, ну а также просто покажу обновочку. Короче, ролик будет насыщенный, поэтому смотрите до конца. Но перед тем, как я начну рассказывать о своем новом мониторе, хочу сказать, что спонсором данного видео является увлажняющая капля для глаз Хилокомод. Многие из вас, скорее всего, знают, что при работе за компьютером, а также при игре, смотря на монитор, мы начинаем моргать 4 раза реже. И из-за этого может возникнуть усталость, сухость или утомляемость глаз. Те, кто играют без остановки или работают в офисе там, где есть кондиционер, знают, о чем я говорю. Так вот, капли Хилокомод это как раз-таки решение для таких вот ситуаций. Если что, сделаны они на основе гиалуроновой кислоты, не содержат никаких консервантов, большой срок годности около 6 месяцев, ну а также вот в таком вот флакончике вы получаете 300 капель, что довольно-таки экономно. Данные капли подходят абсолютно всем, можно капать прямо в линзу, если вы в них ходите, легко хранить, ну и приобрести вы их сможете в любой аптеке без какого-либо рецепта. Ну а самое главное, что они хорошо помогают, ну а также позволят вам забыть о дискомфорте при игре или при работе за монитором. Если вас вдруг заинтересовали данные капли, то подробнее о них вы сможете узнать по ссылке в описании. Так, ну у нас все готово, поэтому давайте начнем. И сразу предупреждение. Я не техноблогер, я не эксперт по мониторам, я просто парень, который играет на консоли и который просто купил себе новый монитор и рассказывает об этом. Поэтому если я ошибусь в какой-то там технологии или в каком-то соотношении, сорян, не судите строго и просто меня поправьте в комментариях. Второе предупреждение. Данный монитор я выбрал чисто под свои параметры, поэтому если вы вдруг будете писать, блин, купил какое-то говно, лучше бы купил это, это, это. Пацаны, большое спасибо вам за советы, но я в них пока не нуждаюсь. Для себя я нашел самый подходящий вариант и теперь расскажу, почему я выбрал именно этот монитор. Признаться, монитор я выбирал себе очень долго, потому что очень много параметров, на которые хотелось бы обратить внимание. Диагональ, герцовка, отвик, технологии изготовления матрицы, то есть, ну, их реально много. И тут на самом деле даю вам совет, сразу поймите, что вы вообще хотите от монитора и для чего вы себе его покупаете. И лично я хотел, наверное, в большей степени это большее количество кадров, а именно выбрать монитор 120 Гц или выше, поскольку Xbox Series X может выдать 120 кадров в таких играх, как Герц, Радуга, Ори и еще, по-моему, в каких-то играх. Короче, мне было это интересно, я никогда этого не видел, ну, блин, господи, я консоль, что с меня взять? Также при выборе я опирался на разрешение. Тут на самом деле такая ситуация психологическая, поскольку у меня есть Xbox Series X, он может выдать 4К, и я такой, блин, мне нужен 4К моник или хотя бы 2 моник для того, чтобы познать всю мощь. А потом я понимаю, блин, я вот играю на 4К телеке, если что, он стоит сзади. И тут я задался вопросом, зачем мне 4К, 2К моник, если я, по сути, когда стримлю играю на Full HD, и мне хватает вот так. И в итоге за разрешение я, по сути, не стал переплачивать и взял себе моник на 1080p. Также в моем выборе присутствовала технология от AMD FreeSync, которая делает якобы гладшее изображение, ну и тип матрицы IPS, поскольку она выдает более такие контрастные, классные и, короче, очень классные цвета. Кстати, когда выбирал монитор, я на самом деле скидывал в Инстаграм, спрашивал ребят, мне давали совет Диму OnePoint, Vigil, то есть на самом деле у меня было реально очень много информации, с которой я мог ознакомиться. Но остановился я на мониторе АОК. Это, кстати, мег бюджетный вариант под мои параметры, и обошелся он мне где-то в 17 тысяч рублей. Вообще, когда я выбирал монитора, я хотел себе купить 2 монитора. Один для компа, поскольку он у меня 4 на 3, да исторически вы видели его в прошлых видосах, ну и просто для игры. И я, так скажем, нашел вот этот монитор, который есть еще 75 керцовый, и один я хотел купить для компа, а второй вот именно этот я хотел купить для Xbox Series X. Но DNS, как всегда. Дело в том, что я сделал предзаказ, мне надо было сделать так, чтобы монитор приехал в тот магазин, в котором я должен забрать. И прикол всей этой ситуации в том, что когда я забирал свой заказ, мне сказали, вот ваш монитор подъехал, вот ваш там сетевой фильтр я еще взял на 6 розеток, а типа вот этот монитор у вас с витрины. И я такой, блин, а почему вы не уведомили меня, как бы не спросили, а вот можете взять с витрины, не с витрины? То есть я пришел, я приехал в магазин, да, потратил свое время, дабы забрать свой заказ подготовленный. Ой, а у нас с витрины. Какого хрена? К сотрудникам на самом деле нет претензий, поскольку не просто выполнять свою работу, просто претензий ко всей этой системе. Что, мол, у них остался там монитор, и поэтому якобы его не заказали, и типа, ну, возьми с витрины. Я, короче, отказался и взял один себе моник, а второй моник я возьму тогда, когда я буду переделать свой игровой уголок, поскольку у меня и старый стол, нету там, я не знаю, каких-то полок. Короче, игровой уголок я хочу себе сделать, и тоже буду записывать про этот видос, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. После этого, на самом деле, от ДНС у меня остался осадочек, прям реальный, потому что, ну, какого хрена, блин, я мало того, что ожидал, больше положено, но так еще и, по сути, второй монитор я не получил. Мне, конечно, предложили забрать его со склада, но со склада это тоже нужно время, это нужно опять приезжать в магазин, мне проще самому приехать домой, сделать предзаказ в какой-то еще более ближайший магазин. Ну, короче, ДНС, как всегда, я что-то, на самом деле, после этого немножко расстроился. Если что, диагональ монитора 23,4 дюйма, и для меня это более чем, поскольку большие там телевизоры, большие мониторы мне не нравятся. Да, на самом деле, когда я пришел в магазин, я хотел взять себе больше, но потом я подумал, блин, у меня будет два монитора, и куда их потом вообще ставить? И в итоге я взял, короче, маленький, и меня он полностью устроил. Если что, в этом мониторе, по сути, я собрал все параметры, на которые я опирался, 144 Гц, 1 мс заезжки ввода, технологии от AMD FreeSync, тип технологии матрицы IPS и вход для HDMI. Монитор, кстати, довольно кетоники, имеет маленькие рамки, у него вот такая вот подставка, которую можно крутить, удобно для поворота монитора, вот так вот, оп, и оп. Ну, а также монитор можно опускать и поднимать, что также очень удобно, и можно вот так вот регулировать наклон, оп, и оп. Ну, удобная фича, если, например, монитор стоит ниже или выше, ну, прикольно. Единственное, что мне не понравилось во внешнем виде, так это вот кнопки, вот они вот здесь. Я не знаю, видите вы их или нет, но на самом деле по ним как-то сложно определяться, а также вот все это настраивать, никакого пульта в комплекте, к сожалению, не шло. Вот так, в принципе, монитор выглядит там, где я играю, он довольно-таки занимает мало места, меньше, чем мой Philips, кстати, дайте вам его покажу. Вообще, все это время я играл вот на таком телевизоре, он, наверное, года 2007, если не ошибаюсь, и он у меня прожил все три поколения, до сих пор живет. Так, монитор включается, и вауля. Та-дам! Вот у нас Xbox Series X. Если что, кстати, наклеечки я даже пока не отлепил, ну, чтобы вы поверили, что он новенький все дела. По поводу цвета, на самом деле, он мне капец как понравился, поскольку Philips, который я показывал сейчас, он выдавал какую-то блеклую картинку, здесь прям такие хорошие, насыщенные цвета. Что касаемо 120 FPS на Xbox Series, на самом деле, я сначала немножко тупанул, я подключил через внешнюю карту захвата, которая рассчитана только на 60 кадров, подключил к Монику, и такой, бам, у меня монитор якобы не подержит 144 Гц, что за фигня. Но потом, когда я подключил все-таки Xbox Series X напрямую, то у меня все это нашлось. Сейчас вам покажу, что данный монитор, в принципе, способен выдать 120 Гц. Вот, появляется вот такая вот вкладочка, я не могу вам показать это на карте захвата, поскольку такой вкладки просто нет. И все, и по сути, какая-нибудь игра может идти в 120 FPS по типу гири, сейчас вам тоже это покажу. Насчет 120 FPS на Xbox Series я хотел бы сделать отдельный видеоролик, поскольку у меня они вызвали некое двоякое ощущение. То есть, первый раз я не ощутил, второй раз я ощутил, короче, в следующем ролике все расскажу. В принципе, так вот монитор выглядит со стороны, вы не поймете, наверное, не увидеть, конечно, всех его прелестей, но просто поверьте мне, короче, на слово. Вообще, я хотел еще изогнутый экран, потом я хотел 2Кшный, но потом я понял, что все вот эти, так скажем, параметры, за которые можно переплатить, я понимаю, что мне это особо-то и не нужно. То есть, так скажем, я выбрал самый оптимальный вариант под свой бюджет, а самое главное, под свои параметры. Да, у меня была возможность купить, так скажем, что-то более дороже, но я понимал, что я от этого не кайфану, и тем более я хотел вообще брать 2 монитора, как я вам говорил ранее, но один монитор я не взял по причине того, что он был с витрины. В любом случае, я его буду докупать, скорее всего. Единственное, кстати, когда я купил монитор, я немножко расстроился. Расстроился по причине того, что я себе накрутил чего-то там в голове, и типа, блин, я вот сейчас куплю монитор, и у меня что-то будет там невероятное. Но потом, когда я включил, блин, это же обычный монитор, типа, блин, надо было купить что-то лучше и так далее. То есть, в этом у меня была какая-то, знаете, мини-расстройство. Но потом, тогда, когда я поиграл, я пополился и пришел к выводу, что, блин, если бы я купил что-то дороже, там, например, 2К или там больше герц, он бы, в принципе, мне не был бы нужен. Потому что Full HD меня устраивает более чем, это я еще раз подтверждаю. То есть, я не гоню сейчас за 2К, 4К, потому что данный телевизор у меня есть, и как бы, ну, какого-то мега удовольствия я от этого не получаю. Насчет отклика. Честно, я тоже каких-то изменений в этом плане не получил, типа, отклик 1 мс. Я не знаю даже, какой отклик был на моем старом Philips, но так или иначе, не знаю. Это, знаете, мне кажется, проще сравнить напрямую монитор там с 5 мс задержкой и с 1. И тогда, может быть, и будет разница. А тогда, когда ты просто играешь, именно на консоли, мне кажется, разницы особо и нет. Так скажем, многие параметры, особенно какой-нибудь там Dolby Vision, HDR, они либо нужны, на мой взгляд, для ценителей, либо для тех, у кого очень много денег, потому что я появил мониторы с данной технологией Dolby Vision и понял, что они стоят, ну, очень дорого, там, в районе 300 тысяч или 400, и типа, ну, пацаны, я не богатый. А так, в принципе, меня все устраивает. Я также не могу сказать, что при мониторе в 144 Гц, играя в 120 фпс, я как-то играть стал лучше. Нет, в любом случае, скилл у меня не изменился, потому что в любом случае все зависит от рук, как я вам не раз говорил, но играть по сравнению с моим старым Philips стало намного приятнее. Короче, так вот монитор, если что, модель данного монитора я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Кстати, насчет этих кнопок. Если что, при помощи них вы сможете настроить себе тот или иной режим. Сейчас. Вот, блин, сложно в них ориентироваться, поскольку они довольно-таки странные, выпуклые формы. Вот, вот так вот есть меню. Тут настраивается яркость. Так, выход, дополнительные настройки. Вот, настройки игры. Вы можете управлять тенью, игровой цвет. Вот данная фича AMD FreeSync. Вы можете поставить счетчик кадров, который не отображается на консоли. Ну, короче, можно покопаться и настроить цвета еще больше под себя. И, если что, у данного монитора нету звука. Я спецом брал именно такой монитор, поскольку я всегда играю в наушниках, и звук мне нафиг не нужен. Если делать какой-то итог, то, в принципе, за свои деньги данный монитор мне понравился. Хорошие цвета, есть 144 Гц, работает нормально. Единственное, вот мне не понравилось, опять же, повторяюсь, вот эти вот кнопки. Их вот, как бы, немножко щупать. Ну, непонятно, где они, короче. На этом, в принципе, все. Если видос вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение, какой монитор взяли вы, на каком играете. Ну, то есть, напишите, на что вы опираетесь, когда выбираете монитор. И большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч.